Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин по традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о крышах. Вернее, о том, что их нет, этих самых крыш. Ну, фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Эти самые крыши, с которыми я приставал к бывшему министру, сотруднику КПРФ Михаиленко. Он так и не соизволил там ни на одной из этих крыш побывать. У вас не было, да, министра, никогда? Нет. Не было никогда. Вот так вот. Сегодня у нас в студии Махнев и Юрий Иванович. Проживает на Мира-50. И эксперт нашей программы уже, человек, который с нами уже работал. Светлана Васильевна Андрюшко, человек, имеющий большой юридический опыт и жизненный. Я думаю, мы сейчас побеседуем на эту тему. Вы как раз нам расшифруете документы, которые присылают в ответ силовые ведомства на обращение жителей. Ну, а у нас маленький материал, который еще зимой был. Там были крыши. Крыша Мира-50. Давайте посмотрим. Это состояние квартир верхних этажей дома на Мира-50. Потолки в подъезде выглядят чуть не лучше. А вот в таком состоянии крыша дома была минувшей зимой. Подрядчики тогда уверяли, что работы будут скоро выполнены. Прошло полгода и ничего не изменилось. Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана. Денег нет. Уже и АБЭП писал. И все это здесь прокуратура. Все это прошло и городская, и советская прошла. Толку нет все равно. Все, денег нет. Одни говорят, что деньги пришли, другие не пришли. В общем, короче говоря, вот 7 месяцев мы уже бьемся с этим вопросом. И толку нет. Когда и где, и что, непонятно. И кто отвечает за то, что сейчас из 12 квартир на четвертом этаже, так 12 они все залиты. Недоделана была крыша еще тогда, в то время, когда только начали ремонт делать, начали делать вот эту подложку, так называемую, чтобы не промокало. И когда вообще начали ремонт? Это начали где-то 16, наверное, декабря. Хотя разговор шел о ноябре месяце. В ноябре шел разговор, и должны были начать в ноябре. Но мы считаем, что начали 16 декабря. Где-то вот так. И вот до сегодняшнего дня мы все стоим на том же месте, откуда начали, по сути дела. Организация? Организация ООО «Новостройпроект». Ну, все б ясно. С которой был договор у фонда. С которой было больше всего у фонда договоров на крыше. Которая выиграла тендер, да? Да, да. У фонда капитального ремонта. Упав значительно в цене, как всегда. И тут же выиграла. И вот, пожалуйста, последствия этого выигрыша. Равнодушие чиновников к своей работе. Вот мы это наблюдаем. Уже где-то в марте месяце, по-моему, сейчас, я точно не помню. Срок какой был определен для ремонта крыши? Сколько? Для ремонта крыши должны были закончить в январе, но в феврале. Вот я смотрю по документам. 30 календарных дней. Это когда был первый разговор о ноябре месяце. Но учитывая то, что начали в декабре, значит, мы это дело говорим, что должны были закончить в феврале. Даже пошли на это. Это разговор был у Рудюка. Был в кабинете. Я присутствовал тоже вместе со старшим по дому, Мироновым Геннадьим Григорьевичем. И мы там разговаривали. Кстати, был разговор, по-моему, продуктивный. То есть он сказал, я контролирую как бы ваш дом. У нас есть... А руководитель этой фирмы был там? Нет. А вот, кстати, о руководителях этой фирмы непонятны вообще вещи. То есть мы почему-то на этом уровне встретиться с ними не могли. Вообще вы их никогда не встречали? Ну, мы встречались только, может быть, на крыше дома. А кто это? Кто это? Ну, вот, я даже не знаю, кто они там. Ну, вот здесь указывается ООО «Новостройпроект» Главным инженером был. Вице Казанцева. Вы видели Казанцева? Ну, это главный инженер, по-моему. С ним разговор был. И вот из документов, из объяснений представителя ООО «Новостройпроект» Софиулина МА. Ну, это вот, который руководит этим проектом, который говорит, нам денег не дают, вот нам дали столько-то, и вот такие выражения. А собственники вы не встречались с собственниками компании? Нет. Понятно. Вот, но дело в том, вот я смотрю по документам, что здесь еще подрядчики заключили договор субподряда. Ну, понятно, у них же ничего нет. На производство работ по капитальному ремонту кровли. Вот. И срок выполнения был установлен 11 января 2015 года почему-то. 15? Так это в январе 2015? Конечно. Они включали дом наш, он должен быть включен был, в 2015 годах. Вот. И все как бы к этому нас и склоняли, что к 2015 году. А на самом-то деле ремонт основной получился в 2016 году. Нет, ну схема-то понятная. Товарищ, у которого в собственности только жучка, ручка, авторучка, регистрирует фирму, я уж не знаю, с южных он широт или здесь местный. Вот. Берет потом, ну, падает в цене существенно, выигрывает кучу этих заказов, тендеров и нанимает субподрядчика. Субподрядчики такие же. Естественно, что цена договора установлена 3 миллиона, да? 3 миллиона. Да, да. Субподрядчику перечисляют 2 миллиона 51 тысяча, согласно договора. Вот. И с момента начала производства работ, это согласно договору 2 миллиона, а выплатили им с начала производства работ 510 тысяч рублей. Да, 510 тысяч. И вот это ООО «Протекс» перечислило. Нет, ООО «Протекс» перечислили им. Это «Протекс» по субподряду? Да, субподрядчики получили 290 тысяч. Вот. А также были предоставлены строительные... 290 тысяч – это в деньгах. А также им были предоставлены строительные материалы на сумму 400 тысяч. То есть 690 тысяч. Из 2 миллионов. Из 2 миллионов. Хотя работы планировались на 3 миллиона. Цена вопроса. Это ответ от УВД? Да. Это вопрос отдела экономической безопасности полиции УВД России по городу Омску. Ответ их? Да. Это их ответ. То есть в ходе проверки они это установили. Вот. Из объяснения опять-таки представителя, руководителя нет. Следует, что работы выполнены не в полном объеме по вине субподрядчика. То есть они уже устанавливают, что субподрядчик виноват. Вот они, они 690 тысяч. Вот 290 деньгами и 400 тысяч стройматериалом. Вот. И те не выполняют из-за нехватки денежных средств. В настоящее время новостройпроект предпринимает все необходимые меры для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Ну стараются, ребята. Да. А именно, предоставляют строительные материалы, а также все расходные материалы, необходимые для производства работ. В настоящее время объем, объект капитального строительства готов приблизительно на 75%. Вы зачем пришли? Согласно смете и заключенного договора. Срок выполнения установлен уже 10 июня 2016 года. Это ответ от 1 июня 2016 года. То есть 25% работы они готовы сделать за 10 дней? Так сделано что-нибудь? Значит, сделано одна треть всех тех работ. Я извиняюсь, 5 секунд. А сотрудники УВД с вами встречались? Со мной лично нет. А с кем? С старшим по дому. Прислали ему вот это вот. Нет, прислать это одно. А когда они проводили проверку, и что выполнены эти работы настолько-то, откуда они взяли такую цифру? Не знаю. Я просто не могу сказать. Далее мы говорим. Светлана Васильевна, 5 секунд. А вот на ваш опыт, вы же знаете это все, как делается. А откуда они взяли эту цифру? Ну не с потолка же. Как они? Ну очевидно, со слов подрядчика. Да? Подрядчик сказал, да, 75% сделали. Интересно. Сами эти товарищи-то выходили, вот, оперуполномоченный ОЭБ, ПК полиции ОМВД России, старший лейтенант Лапшин. Сам он был на крыше или нет? Согласен начальник, господин Поляк, он сам был на крыше. Мы его не видели. Так дело в том, что, ведь для того, чтобы мало ли чего, вот, в отношении этих лиц было указано, что не сделано. Их приглашают, они говорят, сделано. Причем, мы говорим, переносы, перенос на 10 июня. И вот что чиновник нам говорит. Опрошенный в ходе... Не чиновник, а сотрудник ОВД. Нет, нет. А вот дальше еще. А, там-то, да? Да. Начальник отдела технического надзора РФКР МКД Линчевский пояснил, что 15 апреля... Это фонд. 15 апреля в адрес ООН «Новострой» было направлено уведомление о расторжении договора и возврате авансовой суммы. Ответ на данное уведомление был получен 6 мая. 15 апреля, 6 мая получен. В указанном ответе ООН «Новостройпроект» просит не расторгать заключенный договор, а также продлить срок выполнения на объекте капитального ремонта. Указанные доводы были удовлетворены. В настоящее время герметичность кровли дома номер 50 по проспекту Мира восстановлена. Производится монтаж профнастила. Вот у меня документ. А вы-то почему пришли? У вас что сейчас? Нет, вы скажите просто без документов. Герметичности нет. Крыша течет? Да. На одну треть всего положены профнастил. На одну треть только. Закончены работы над моей квартирой. Начали с четвертого подъезда. С четвертого подъезда. Я живу во втором подъезде. Второй подъезд не закрыт. Лежит один единственный лист, нижний. То есть раньше у меня не протекало, теперь вот профнастил. То есть наверху его поставили, когда профнастил, да? Вода, которая сбегала вся по вот этой подстилке, да? Она сейчас вся на профнастил, и у меня побежала вся в квартире. Этим работа закончена. На втором подъезде. Кстати, по тем работам, которые были недоделаны, вот есть материал. Директору ООН «Новостройпроект» Казанцеву. Это было... Но это не собственник. ...6.04.2016 года. Это же тоже членный директор. Специалистами отдела технического надзора, фонда капитального ремонта, многоквартирных домов была проведена проверка хода выполнения работ по капитальному ремонту крыши. В результате проверки были выявлены следующие недостатки. Дефекты. Какого числа? Прямо указано. 6.04.2016 года. Первое. Монтаж строительной системы осуществлен без запила к МАУЭР-ЛАТУ. Это техническое сооружение. Второе. Прогиб стропил. Третье. Неправильно смонтировано соединение стропил между собой. Четвертое. Наличие обзола на деревянных конструкциях стропильной системы и обрешетки. Про герметичность что-то сказано? Пятое. Отсутствует сплошная обрешетка у карниза и на коньке. Если даже обрешетки нет. Шестое. Не осуществляется... А как тогда 70%? Не знаю. И не осуществляется... Как сотрудники ОВД вот это... А они не читали этот ответ от фонда? Вот это от 15-го, это от 6-го. Так у нас не открыта крыша даже на первом подъезде. Она еще не открыта. Старая, да? С одной стороны открыта, со стороны проспекта Мира. А со стороны двора она не обрана еще. Старая? Старая, да. Ну как было, все зимой так и осталось. Конечно. Только поистрепалась? Конечно. Только поистрепалась? Я просто, честно говоря, интересно. А как вот они вот так пишут ответ? Вот прямо... А они не понимают, что это будет резонанс сотрудники ОВД? Ну, здесь налицо вот такое отношение, я бы сказала, халатности. Это халатность, да? Да, да, совершенно. То есть никакой проверки фактически не было. Ну, получается. Да, пригласили тех, в отношении кого есть жалоба. Причем непонятно на что жалоба. Жалоба-то на то, что работы не сделаны. А здесь указывается, что в действиях Миронова ГГ... А кто такой Миронов? Миронов ГГ – это старший дома. Жалоба была... В действиях Миронова ГГ признаки состава преступления... Да, да. Да. Отсутствуют. Так как на момент подачи заявления он полагал, что совершаются противоправные действия. Я его поздравил с этим, говорю, я тебе помогу с передачей. Передача не может... То есть он спасся чудом, старший по дому. Я специально вам этого не говорил. То есть он писал, чтобы разобрались с теми, кто не выполняет свои обязательства, кто, можно сказать, раздел крышу их дома. Уже все сроки прошли давным-давно. Да, проверкой установлено, что денежные средства на проведение капитального ремонта выделены из фонда капитального ремонта. Сумма перечислена подрядчику составляет 870 тысяч рублей. Учитывая данный факт, какого-либо хищения трех миллионов рублей не установлено. Ну и вопрос-то в том, что крыши нет. Нет. А он написал, 70% готово. Да, 70% готово. За 870 рублей? 870 тысяч рублей. Вопрос тогда возникает. А вот 2 миллиона потом за что платить? За 20%? Да, нет. Если они за 800 сделали 70% в крышу. Вы понимаете, мы бы и не ставили вопрос хищения, может быть, этих денег. Это поставил собственник одной из квартир. Вот так вопрос, да? Мы бы не ставили. Это было ответом нам. Вот именно от... Ну, уголовное дело, броня старшего парня. От господина Казанцева. Разжаловаться? Отскочил. Да. Да, да. Чудом. Раз пожаловался, что крыша не будет, тебе крыша в казенном доме. Обвинили его уже в старшего дома. Я говорю, а как это так может быть? Они его предупредили, да? Вот мы здесь запутались, да? И поэтому у нас вот этот вопрос стал. Сегодня на крыше, вот я вам скажу так, нет уже людей на крыше третью неделю. Ну, все. Вот эти дожди идут. Мы поглощаем все, что есть, вместо того, чтобы это на сельское хозяйство уходило. Конечно. Теперь еще один есть вопрос какой, очень серьезный. 75% это было? Он давал показания, очевидно, при опросе, ведь давал и новострой проект, и технический надзор давал показания. Непонятно, откуда они это все взяли. А сам товарищ не потрудился выйти на объект, посмотреть, что же действительно, не потрудился встретиться с людьми, которые непосредственно пострадали и страдают от того, что крыши нет. Боятся людей, Михаленко людей боится, сотрудники УВД боятся. Так вот сейчас вопрос какой у нас встал. Вот вы посмотрели все вот эти документы, да? А кому мы будем теперь риск-то предъявлять? И где мы кого будем искать? Кому, да. Кто будет делать? Да. 16 квартир. Раз расторгли, да? Да, договор расторгли и должны были... А когда кто расторгал договор? Где документы? Нет, там его полностью не расторгли договор. Ну нет, тогда не пишут, расторгли же. Вот. Это нам сказали, что они расторгли договор и должны будут перезаключить его. Светлана Васильевна, вот он попросил не расторгать. Да, да. Хотели расторгнуть? Да. И теперь вот такой... А он уговорил. А ООО, да, новострой проект. Пока старшего не посадили? Да, сказал, что... Сделают. Мы сделаем, да. И вот они опять вот, почему-то, вот это вот, директору ООО новострой проект из фонда капитального ремонта идет. Новая бумага. Бумага, вот как раз по расторжению договора идет здесь. От какого числа? Ну, это... 30-го, 0-3-го, это они... 30-го, 0-3-го. Ну, они здесь указывают, что... Да, в марте. Нет, 15-го апреля, вот здесь почему-то в апреле они пишут, 15-го апреля было направлено уведомление о расторжении договора. Ответ на данное уведомление получен 6-го мая. В указанном ответе новострой проект просит не расторгать ранее заключенный договор. И указанные доводы удовлетворены. В настоящее время герметичность кровли дома восстановлена, производится монтаж профнастила. Никого на крыше нет. Никого на крыше нет. Да, да, да. Юрий Иванович синхронно комментирует эти ваши ответы. Совершенно верно. Никого на крыше нет. Вот, да. На крыше нет. Вот, деньги, значит, 800, как я из всего, 870 миллионов получил подрядчик. Субподрядчику уплатил 290 тысяч и на 400 тысяч материалов. Это уже получается сколько? 690. А вот не должны они писать согласно акта такого-то? Вот. Или я могу нарассказывать сколько угодно про материалы? В принципе, должны указать и представить полностью документацию. Да, да, да. Потому что вот этот ответ, я бы назвала просто фельдинограмотом. Это какой-то химитон. Да, да. Вот есть же видят. Старший лейтенант милиции составляет это. Вот. То есть совершенно вот так. Пришел человек, с ветру себя обелил, сказал, какой я хороший, у меня все в порядке. К десятому будет. Сейчас 75 процентов, за 10 дней мы 25 процентов все сделаем. Крыша уже у вас есть. Да. К десятому. А сегодня у нас какой? Сегодня 30 июня. Да. Крыши нет, работы не ведутся. И остатки средств, где они? Не знаю. Куда они? Что они? Кто контролирует из отдела капитального вот этого ремонта, который заключал договор? Как заключали? Велась ли проверка, что за организация? Насколько она, я бы сказала, работоспособна? А то вы посмотрите. Они сами-то, оказывается, не могут проводить. Они подрядная организация заключила договор с СУП подрядной. Я говорю, ручка, жучка и авторучка. Да, уже это должно было насторожить и аннулировать результаты тендера. Раз вы сами не можете, почему вы? И на каком основании установили, что здесь необходима такая сумма? Мы увидели две, что там где-то 3 миллиона, 2 миллиона с чем-то, вот, необходимо. А в результате ограничились 690 тысяч. 690 тысяч и крышей не пахнет. Ну ее сняли и все. Да, крыши нет. Вот 690 тысяч хватило, чтобы снять полкрыши. Да, и есть еще очень вопрос. Я не технический работник, не инженер, да? Но я делал такие работы, я знаю, что когда делают так называемые инженерные сооружения, да? Это такие, как вытяжки газовые, да? Это большие трубы, которые находятся на крыше. Есть такие, там, типа стаканов таких. Это тоже вытяжки, которые, видимо, где-то тоже с каких-то технических помещений, так? К ним должны быть определенные примыкания, когда делают вот эту вот изоляцию. Ну, конечно. Для того, чтобы... Ведь этого ничего нет. Вот над этой одной третьей крыши, где поставлен профнастил, там абсолютно не сделано таких примыканий. Когда они будут их делать и как будут делать, я не понимаю. Я знаю, что к этим вещам, которые сделаны из кирпича, вот эта большая труба, к ней делается обязательно техническое сооружение галстук, так называемый. Помимо вот этого вот материала, да? Еще должен быть. Для чего он сделан? Если вода стекает, поэтому это очень большое же сооружение на крыше, стекает вода, она по этому галстуку под крышей уходит в те же самые желоба. А желобов-то тоже сегодня на крыше нет. Ничего нет. Да вы о чем говорите? Я помню, 10 лет назад я была на приемке крыши по Лукашевича-1. Я тогда была депутатом законодательного собрания, и старший подумал, боясь, чтобы не было никакого криминала, чтобы ей потом перед жильцами быть спокойной. Она говорит, Светлана Васильевна, пойдемте с нами на прием крыши. Ну, пришлось мне залезть на крыши девятиэтажки по Лукашевича-1. И принимали. Ну, действительно, вопросов не было. Вот настолько была сделана качественная работа, вот, замечательно. А вот вы говорите, и причем в короткий срок. Так ведь делают крыши. Мы же едем дома на Молунцево. Но это малые дома. Их быстрее, может быть, делают. Но ведь закрывают и большие дома, я знаю, у меня приятели на красном... Сейчас, да, уже вроде таких компаний, защиту, так сказать, все-таки фонда, скажу, что сейчас уже таких массовых обращений нет. Вот, в основном, все касается былых подвигов вот этой организации. Но с ней никак не могут разобраться. Продолжают они творить эти подвиги? Вот. Я думаю, что ответ на обращение не дан. То есть детальной проверки по тому, как работает эта организация, насколько она действительно организация, или это фиктивные подставные лица, которые вот эту промежуточную сумму себе откидывают, а назначают подрядчика за очень скромные деньги. Субподрядчика. Конечно, из 2 миллионов, когда получили 290 плюс на 400 материалов 690, то, извините, конечно, они не могут закончить. Вот. Поэтому я думаю, что в отношении подрядчиков и в отношении посмотреть, как же этот фонд капитального строительства действует, где остальные деньги, почему остальные деньги не перечисляют. Может быть, здесь субподрядчик действительно оказался последним в этой веренице, вот, у которого ни денег, ничего уже не остается, он не может за свои средства. Вот. А где? 2 миллиона. Вот. А если перечислено было подрядчику 870, 870 отнять 690, сколько у нас получается? 100 там 80 что-то там. Да, 180 тысяч. Тысяч, да. А где? Остальные. Где они? Да. Вот. И что это за материал на 400 тысяч? Акты же должны быть. Да. Может быть, это какие-то неликвиды они им дали на 400 тысяч, знаете так? То есть некачественный материал, а по фактурам они их провели. У нас новый материал, кстати, они давали новый материал, да? Но ведь у нас-то замена-то не стопроцентная была. Я бы не назвал. Вот капитальный ремонт, я понимаю, это полноценная замена. Я понимаю. Булаги, все там должны менять. А у нас новые были на крыше? Ну да, вот, пожалуйста, там видео. Владимир Борисович был на крыше, он видел. Сам, своими глазами. Что там? Пока я там пленку только видел. Да, так пленка уже была наложена на выполненные работы, то есть вот на эти стропилы как раз. А там половина стропил-то старой. Хороший материал. Завезли материал новый. Да, как проверяется, как акты составляются. Мне вот кажется, да. Мне тоже так же. Как это 70%? Поэтому трудно будет. Должен быть акт от фонда. Вот акт такой-то, вот эти замены там столько-то, это столько-то. Согласно? Безусловно, они же должны отчитаться перед фондом. Материалы на такую-то сумму? Да, 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 да. Во-первых, какого материала, какого, что там? Пленка такая-то там, 150 там. Сколько отработано человека часов и так далее, какая выплачена зарплата. То есть должна быть все-таки, я полагаю, полная калькуляция. Калькуляция должна быть. Это рассказ какой-то. А это, причем рассказ людей, которые ничем ничего не подтвердили. Они только сказали, так, с ветра. Да, нас же, в принципе-то, нас интересуют не столько суммы собственников, да? Суммы. Потому что мы понимаем, это фонд капитального ремонта эти деньги дает, да? Но нас, нам утверждают, что работы выполнены на эту сумму, и они вот-вот закончатся. Вот что привело сюда. А не то, что куда там эти деньги делись. Пусть они сами там разбираются. Так вот, они-то и должны разбираться. Пусть они разбираются. Прежде всего, фонд капитального строительства должен был быть ответственен за каждую копейку денег, которые поступают в этот фонд. А платильщиками в этот фонд являемся все мы. Все мы платим туда. А по этой бумаге, получается, старший по дому. Ну, я справедливости скажу, что вот я много крыш уже снимал, сейчас такого нету. Сейчас в основном делают качественно, быстро. Большинство подрядных организаций начали проверять. Ну, как всегда у нас учатся, только, извините, на либо трагедия, так сказать, утонуть, кто-то проверяет. Если это с 15-го года все тянется, то уже поумнели слегка. Да, с 15-го года, сейчас уже, мы говорим, середина 16-го миновала, 6 месяцев прошло, вот. И авоз и ныне там. Авоз и ныне там. Два с половиной подъезда не сделано абсолютно. Но, к сожалению, время нашей программы ограничено. Ну, в общем, Светлана Васильевна, какие действия сейчас должны делать жители, чтобы дальше разобраться вот в этой ситуации? Что, писать жалобу на этих сотрудников? Вот. Да, сотрудники. Я полагаю, что вам необходимо, вот с учетом того, что мы вот сегодня так вот разобрали ситуацию и установили, во-первых, обратиться в фонд капитального строительства, чтобы они провели полную ревизию. Ревизию, настоящую. Ревизию, конечно, безусловно. Из подрядной, из субподрядной организации, вот. И в то же время, ну, я бы сказала, наверное, это от имени передачи, может быть, Владимир Борисович, вы напишите о том, что нами было сегодня проанализировано и установлено, что вот такие писульки, да еще на стольки листах, вот, они ни к чему никого не обязывают, они не отражают реальную действительность. Это просто трудно сказать. Ну, ненужное дело это. Да, совершенно, отписка. Вот так говорят, отписка. Ну, все-таки я скажу, что здесь сейчас тоже у них определенные изменения в УВД происходят. Тут надо думать, что делаешь. Можно остаться, ведь Берес, у них же аттестация постоянно происходит, правильно? Да, ну, самое главное, и начальник еще ОБЭП подписал по советскому административному округу. Вот, поэтому не только оперуполномоченный так наспех опросил тех людей, которые... На кого писали? Да, которых, как говорится, которые ему лапши навесили на уши. Наверное, разберутся они. Ясно. Ну, в общем, время нашей программы ограничено. Я хочу за подробный и хороший анализ поблагодарить Светлану Васильевну Андрушко, эксперта нашей программы. Спасибо большое. Вы со знанием делали все это. Я думаю, вы работы в свое время проводили гораздо тщательнее, чем вот это вот не наказание старшего подобного. Я все никак не могу успокоиться. Закончилось все тем, что вы, говорит, не будем наказывать старшего подобного. Да. Вот. И спасибо большое Махневу и Юрию Ивановичу, жителям Мира-50. Боритесь и обрящайте, я так всегда говорю. Мы вам будем помогать. Наше дело с вами... Правое мы победим. Но мы слева. Но мы победим, да. А мы будем вам надоедать. Да. Не-не-не, нормально все. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова